Ребята, привет! И мы продолжаем обзор книги про животных. Да, итак, ребята, кто не видел полное видео, первое видео, можете посмотреть его ниже. А сейчас мы продолжаем, часть вторая. Да, я вам буду по циферкам говорить, а вы будете запоминать. В первом у нас пеликан. Покажи, пеликан, показывай. Ох, какой пеликанище дальше. Большой поклан, вот он, он даже, он даже, он вымирающий вид птиц. Ага. О, пингвины, туммы, боль, да. Ну, где-то вот, и четвертый фрегат. Ну, фрегат, он должен вот так выглядеть. И тут все описывается про птиц. Смотрите, и фламинга, и фламинга, и фламинга, конечно, скажешь. Ну, давай, ребята уже поняли, давай перейдем к животным. Давай, най-най. Ну, давай, най-най, поотвечай на вопросы. Какой попугай большой? Нет, какой попугай самый разговорчивый? Я думаю, это жак. Жака, молодец. Какие птицы летают до... Выше всех. Я думаю, это... Нет, быстрее всех. Яки птахы летают на Ишвыче. Это сапсан же. Ага. Лишки сапсаном. Какие большие птицы, какие большие и маленькие птицы живут на земле и нашей, нашей стране. Большой мере. Самый большой, самая большая птица какая? Африканский страус, он маленький. А самая маленькая? Калибри, конечно же. А в Украине большая птица, в Украине знаешь, какая? Какая? Дроз. Или дрохва, я думаю. А самая маленькая? Королёк. Супер. Вот, какие пернатые пловцы. Ну, как пингвин, мне кажется, что так бакуаны, утки, чайки и кайры, и даже пингвины. Ну, пингвины это не суть, можно даже не говорить, что они умеют пловцы. Хорошо, а какие птицы делают самые далёкие перелёты? Ну, где-то я думаю... Как ты думаешь, какие? Полярная крячка, которая в Антарктиде есть. А крячка, это утка, наверное, или как переводится с украинского? Я думаю, это не утка. Это просто так она и называется, полярная. Птичка просто. Да, крячка, да? А какие птицы далекозори, больше всего далеко видят очень. Грифы? Да, и какие птицы... Ну, самая быстрая птица, страус даже. Вот, давай, звери. А теперь звери. Тут кенгуру, верблюд. Безергот. Ребята, смотрите, тут и тигры. О, расскажи, про о ком тут в этой книге. Я вам буду говорить здесь по цифрам, а вы будете повторять. Вот, первое, императорский тамарин. Ну, первое, вот он. Второе, панголин. Панголин. Вот, третье, большой гимнур. Ой, как это называется, интересно, такого даже не знаю. Покажи мне это его, гимнура этого. Он в воде. А, он в воде, да? Да, четвертая, кошка-рыбалка. Покажи ее. Кошка-рыбалка, знаете, где я вам, ну, где-то, вот, а нет, вот это. Ищи по цифрой четыре. А вот, а пятая, я думаю, черная пантера стоит, лежит. Шестая, водяной апоцсум, вот он. Седьмое, золотистые тамарины, вот он. Седьмое, я думаю, а, восьмое, тегорноиды какие-то. Вот это, девятый, сауин. Сауин. Да, десятый тигр. Сауин, да, вот он. Да, десятый тигр. Ну, тигр, конечно. Даже мне напоминает Шерханой с... Ой, обезьяны тут, ребята. И ленивцы. Очень интересно. И про слонов. Я вам буду здесь говорить по цифрам, а вы так же будете повторять. Вот, один, первая, зебры. Зебры вот далеки. Второй гепарк вот здесь. Третья, африканские слоны вот тут. А вот четвертая, африканский буйвол. Вот он. Пятая, жираф. Жираф или жираф. А шестая, гееновидные собаки. И тут кенгуру. А знаете, почему, когда от опасности бросают своего детеныша, чтобы его сожрали? Это так, как выяснилось, просто, что когда опасность... Вот, я думаю, кенгуру это худший родитель среди животных. Да, они бросают своих детенышей. А так, это нападение, мне кажется. Ага, тут и зайчики, и кролики. Вот, подставлять, а я вам буду говорить. Вот, первая, норка. Норка, вы знаете, где? Вот, вторая, хахули. Вот там, третья, кутора. Кутора, вот. Четвертая, бобры. И пятая, знаете, какой-то... Это домик бобров, вот, и мне кажется... Вот, давай, решаем. Вот здесь там, первая, ехидная. А ехидная где, покажи. А вот ехидная. Вот она такая, колючая, ребята, ехидная. Вторая, намбат, намбат, вот, третий, утконосик. Четвертая, а пос, пос, вот, пятый, ай-ай, вот. Где ай-ай? Вот это. Ой, посмотри, какая у него мордочка, ребята. Я бы хотела его взять. Ай-ай, а где он живет, как ты думаешь? Я думаю, где-то в тропических лесах Австралии. А еще так, коала. Где коала? Вот, я знаю. И даже... Это доброе животное, правда? Да, однако они худшие родители среди животных. Почему? А потому что они дают сэндвичи. А знаете, что такое, пап? Это какашки, пап. И вот, вот носороги. Вот, я вам буду говорить, а вы повторяйте. Вот, первая пищуха. Где? Вот, второй дикий кабан. Вот, ты смотри, с детенышем. Третий ежик. Вот, четвертая белка. И гадзюка Никольского рептилия. Вот. Ну и давай уже конец покажем ребятам книге. И перейдем к другой. Ой, а здесь подводный мир, да? Так, вот, Китай. Я вам буду говорить, а вы повторяйте. Первое. Синий кит. Вот. Ну, мне кажется, он похож на горба. Но, в основном, синий кит, он должен как-то быть длиннее и толще, чем горбатый. А здесь изобразили горба. Это не так должно быть. Второе. Дельфин Афалиина. Вот, с детенышем. Третий. Третий. Дельфин Белобойш. Ну, мне кажется, он похож на Афалиину, но это не суть. Дельфин Белобойш, он должен по-другому. А в четвертый кэшелот. Это, мне кажется, от Моби Дикка из Германа Мелвилла. В Оливиафан Мелвилла. Ой, тут полярники. Я вам буду говорить, а вы повторяйте. Мишка Белый, давай. Вот здесь. Показывай только. Говори, показывай. Первая. Стая моржов. Точнее, стая. Вот. Вот она, стая моржов. Дальше. Вторая. Беуха под водой. Беуху давай покажем ребятам дальше. В основном она добрая. Третий. Нарвал вот здесь. Нарвал. Вот, смотрите, какой у него нос удивительный. Прям как стрелах. А четвертый морж, вот. Морж. Дальше. Они даже ленивые моржи. Вот тут. Ой, а это лось или кто? Северный олень. Северный олень. Или карибу. А вот это антилопы. Ну, здесь горилла. Мне кажется, какой-то кинг-конг, мне кажется. А здесь жирафы. И слова. Все, конец. И переходим к этой библиотеке. А это как называется? Планета животных. Планета творин, животных. Очень красочная книга. Киев, Макуан, Украина. 2008 год. Вот. Ой, уже много лет. Тут тоже птицы. Там ягуары есть. Толстые лори. И там даже нутрия. Ну, про все. Смотрите, как она иллюстрирована. Смотрите. Листайте им, листай. И мы ребятам покажем. Ай-ай. И даже коала. Где Ай-ай здесь? Покажи. Вот мы в той книге видели Ай-ай. Гляньте, какой он. И вот коала даже есть. Листай дальше, Тим. Вот какой-то попугай. Ой, какие иллюстрации. Вот здесь есть зеленая игуана. О, шимпанзе. Смотрите, настолько интересная энциклопедия. Вот это тигр под номером 35, под номером 53, Яванский носорог. И есть краткое описание, доступное, очень интересное. Но мне кажется, здесь подробное, не краткое. Даже подробное, да? Да, тропический болот. А здесь смотри, здесь тропическое. Я вам хотел сказать. Подожди, это те, которые живут в тропическом болоте, возле тропического, да? Хотел кое-что сказать. Скажи. Вот здесь, это не эльский крокодил, а здесь я увидела, это похоже на... А я здесь увидела, это сарказух, но это говиаловый крокодил. Где, где? Покажи, вот он он, да? Мне кажется, это сарказух, но написано, что это говиаловый крокодил. И вот крокодил под номером, знаете, 194 обегемотты, 213 под номером этим. Вот. Вот там обегемот. Животные птицы, лесов, сова какая, солушка, филин. Вот, там даже монарх есть. Угу. Но степи и пустыни. Степяк и пустыня, кто живет. Вот Африканский зон под номером 365. Ой, ну мне кажется, вот здесь есть бизон, однако мне кажется, что бизон не живет в Африке, он живет в Северной Америке. Угу. Это его, какой индивид этого придумал? Давай дальше. Ой, жираф в этом под номером. Ой, а тут горы. Те птицы и животные, которые живут в горах, ребята. Ну, например, ягон под номером 441. Даже бараны под номером таком... Ну, под номером не обязательно говорить. Ребята, когда такую книгу купят, они сами посмотрят. А тут какие животные? Это какого-то тоже водоема. А, на водоемах, которые живут, да? Вот. И вот тут, ребята, про них все описывается. И черепахи. Это еще не конец. Кто здесь есть? Давай тропическое болото вам будет. Но там очень много... А, тут перечень животных, которые живут, например, на тропическом болоте или в лесах, да? В Африке. Вот тут полностью это все описывается. Я вам хотела показать. Под номером 194 у нас крокодил. И тут ты его найдешь, да? Да. А вот и он. Покажи нам, где ты его нашел. Вот он. Супер. Давай под номером 264 сейчас найду. А, вот, говяловый крокодил. Под номером 213 у нас бегемот. Угу. Ну, вот так. Это просто тут идет описание. Кто есть кто? А, вот здесь это вымирающий вид животных. И какие же, расскажи, кто это? Под номером 154 гаур. Под номером 482 утконосцы. Под номером 325 пицц... Пицц... А, калик какой-то. А, где ты читаешь? Покажи. Это вот там название. А, под номером 505 американская савка. А качкадзёб, вот. Он тоже, да. Это такие вот животные, где там люди поджигали леса и там делали города. А животным нечего там было ложить в городах. И они там... Ну, они погибали, правда, потому что им не кушать было нечего. В городе. Да. Люди просто убирали леса и животные не могли дальше жить. Строили там города, правда, где же быть животным? Вот такая книга, да, Тим? Да. Итак, в двух частях мы сделали для вас такой обзор чудесных книг. Планета животных и... Самое интересное про животных, да, Тимка? Да. Смотрите, ребята. Мы думаем, вам тоже понравятся эти книги. Ставьте лайки Тимофею. Подписывайтесь на его канал. И обязательно заходите на его другой канал, как Тимплеер, где Тима, что ты делаешь, какие ролики снимаешь? Снимаю по играм компьютерным. И даже не забывайте смотреться и не перематывайте, потому что там канал, он будет даже для вас. И вот там очень интересные ролики, очень интересные игры. А ссылочку на этот канал, Тимплеер, мы оставим под этим видео. Ну что ж, ребята, на этом все. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.